Всем привет, с вами Полтем, это 183 эпизод обзора лучших игр и приложений для айфона и потачи и айпад. Сегодня у нас крутые игрушки на обзоре, однако знаете, в жизни бывает происходят всякие дурацкие вещи, и сейчас как раз таки такой период. Поэтому если вам покажется мой голос немножко грустным, хочу за это заранее извиниться. И давайте начнем. Итак, ребят, наша первая игра называется Владыки земного пламени, и эта игрушка действительно интересная. На главном меню вы можете нажать на кнопку начать игру, и перед нами открывается история. То есть это текстовая история, которую вы читаете, и в какой-то определенный период перед вами есть выбор. Соответственно, вы должны выбрать какую-то ветку развития дальнейшего сюжета и следовать дальше. Особо спойлерить не хочется, потому что данная история действительно интересная, и рекомендую вам поиграть. В игре огромное количество концовок, и в общем есть чем заняться. Следующая игра называется Tiny Miners, и здесь вам предстоит рыть вот такие вот шахты. С вайпом вы перемещаетесь по экрану, и разумеется, ваша цель это собрать все вот эти монетки, ну или не все, как можно больше, и не нарваться на различные препятствия. Например, на данном уровне это камни, и если мы наткнемся на камень, то проиграем, и будем начинать игру заново. Игра разделена на огромное количество уровней, и поначалу все просто, дальше сложнее, это в общем-то стандартно для этого жанра, и игра бесплатная в App Store. Следующая игра называется PewDiePie Чё-то там. Это Чё-то там, вы можете увидеть в описании к этому видео, там полное название данных игр. Игра, как я понимаю, действительно сделана с поддержкой этого самого PewDiePie, потому что здесь его озвучка, то есть он определенно участвовал в создании данной игры, это в принципе логично. И что вы здесь должны делать? То есть вы должны действительно стать звездой Ютуба. Вы должны делать различные видео, различные игры, просто какие-то тематики, покупать камеры, микрофоны, улучшать свое оборудование, чтобы делать более качественный контент, и постоянно находиться в поиске различных тем. То есть вам здесь действительно предстоит подняться от низов Ютуба до самой его версии, до 50 миллионов подписчиков, или сколько там у PewDiePie. Далее игра по названию Knights Fight, это Бои Рыцари. Здесь действительно Бои Рыцари, то есть мы с вами видим арену, которая как бы загружается, и плохо все это дело пропустить нельзя, потому что занимает довольно-таки много времени. Ну и далее начинается сам бой. Управление в целом простое, щит для защиты и различные комбинации из мячей, ударов ногами для, соответственно, атаки. Как я и сказал, это действительно комбинации, вы можете комбинировать ваши удары, и ваш, соответственно, Рыцарь делает более сильные приемы, ну либо просто можете делать какой-то один удар и постепенно отнимать жизнь у вашего соперника. В игре огромное количество уровней, Рыцарей сложнее, имеется прокачка, в общем, все, как в играх подобного жанра. Игра бесплатная в App Store. Последняя на сегодня игра называется Air, но мы видим, что это все зависает на авторизации. В общем, я не знаю, в чем прикол, думаю, разработчики должны это исправить. Если они каким-то образом увидят это видео, то, пожалуйста, исправьте, потому что, судя по описанию, судя по отзывам и по скринам, которые есть в App Store, его по вот этому трейлеру игра довольно-таки крутая. Притом она весит очень много, то есть, по идее, здесь действительно должна быть хорошая озвучка, графика и вот это все. То есть, я думаю, стоит поиграть, потому что, похоже, это какие-то тоже бои где-то там в какой-то непонятной галактике. На этом, ребят, мы можем закончить. Если вам понравилось видео, то ставьте ваш пальцем вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Не забывайте об очках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok